Всем привет! С вами Резонансер. И сегодня я покажу, как делала свой ремикс на трек Noise Controller со Самаром. И да, кстати, скоро я еду в Самару выступать на мероприятии, где я презентую свой замечательный ремикс. Ну что, погнали? На самом деле это достаточно старый трек, ему уже 14 лет и сейчас в 2024 году такой звук уже считается устаревшим, но это не мешало мне сделать хороший классный забойный ремикс. Здесь я сделала рекик, рескрич, немножко обновила звучание Лида и общее сведение. Вот как раз сейчас у нас будет лид. Я не меняла основную мелодию Лида, так как она мне очень нравится. Поменяла только пресет, используя вот эти синтезаторы. Красный Норд Лид добавила для атмосферности. Этот синтезатор легендарный, Virus Ti. Моис Контроллер тоже делает на нем лиды. Еще я использовала вирус B и GP8080. А вот и лидроп. Здесь у нас полный стэк лидов. Вот как я создаю лиды. Много дорожек, основной, вспомогательные, эквалайзеры, Virus B. Ну и конечно бочки. Чистый бас, тычки, как раз роу-тычки. Все имеют разную структуру и очень сильно влияют на общее звучание трека. Но главная фишка моего ремикса, это конечно же фейк-дропы и рау-бочки с моими фирменными скричами. Вот как раз сейчас мы услышим. Вот мой скрич. Наигрываю я их вживую, затем укорачиваю, делаю питч. И получается типа в стиле guns for hire. Ну я бы сказала, даже лучше. Вот так. Вот еще. Пичи, ритмика. Затем у нас небольшая яма. Отдельно хотелось бы поговорить про бочки, потому что это основной залог успеха хорошего трека. Бочка это очень сложная музыкальная структура, в основе которой лежит три звуча. Каждая бочка имеет в своем строении интервалы, разные частоты. Допустим, здесь у нас аптемпа бочка. Сейчас увидим, как она выглядит на спектроанализаторе. Основная проблема современных бочек состоит в том, что они играют на весь спектр. Поэтому не остается места для лидос, кричей, эффектов. И чтобы решить эту проблему, приходится прибегать к помощи эквалайзеров, различных сейчейнов. Как раз вот оригинал из контроллерса был написан с использованием только одной бочки, инконтролла, которая как раз играла на половину спектра и оставалось место для лида. Здесь же абсолютно другая ситуация. Вот. Мы слышим, бочка очень мощная. И добиться чистоты очень сложно. Ну, я лишь только добавлю, друзья мои, что в Самаре на 10 лет хардкора в Самаре на этом мероприятии будет выступать за нас. Классно. Вам я могу только позавидовать. Дай бог, чтобы и оказались и вы там, кто это видит. Это Rave Kitchen, друзья мои. Даш, ну что ты скажешь? Людям понравится твой трек, твое выступление. Я очень жду этого момента. Очень хочу презентовать этот трек. Писала специально для Самары. Надеюсь, вам понравится. В общем, жду вас всех в Самаре 25-го. До встречи.